шалом друзья я израиль парибский равен блогеры семейный консультант сегодня я расскажу вам как сохранить секс в семье еще важный вопрос как сделать так чтобы ваша девушка не превратилась со временем в пилу этот вопрос задал мне один парень который до сих пор ищет свою вторую половинку он гритраве сраиль что не так с этими девочками знакомишься они прекрасные все веселые легкие но как только она чувствует серьезность отношений она начинает пытаться тебя каким-то образом подчинить и начинает какие-то капризы и так далее что не так как как это работает на самом деле все очень просто есть простой процесс который происходит дело в том я это рассказывал что биологически самец запрограммирован на добычу пропитание а самка по запрограммирована на что на то чтобы из этого что то делать когда приносит самец продукты она из них делает что-то что нужно с ними делать например кормит детей и так далее то есть мужчина приносит продукты женщина делает из них конфетку это правило женщина все что к ней попадает на ее территорию доводит до совершенства запусти женщину в квартиру она из квартиры сделает конфетку она сделает из нее комфортное жилище пригодное по-настоящему для жилья пить все доводит до совершенства дай женщине свое семя она вырастет из него прекрасных детей дай женщине маленький повод для расстройства она из него сделает настоящий уже реальный скандал то есть все таким образом развивает и доводит до совершенства теперь интересно есть какой-то парень пока девушка просто знает что это парень сам по себе она к нему прекрасно относится и ну парень и парень но как только она начинает считать его своим парнем она начинает его что улучшать совершенствовать то есть как только попадает на ее территорию она делает с ним то же самое что она делает совсем на своей территории приводить его в порядок тут у тебя не так тут надо подправить тут не совсем правильно поступаешь это то что называется в народе пила она достает пилу и начинает отпиливать несовершенные неровные негладкие места чтобы сделать его прямо таким вот конфеткой это конечно ошибка потому что мужчина как правило когда он женится он уже сформированный и менять его бесполезно это не квартира которую можно убрать и она будет убрана а человек в 20 с хвостиком лет ну что-то уже его особо не изменишь и происходит это вот борьба как этого избежать очень просто нужно стараться не попасть в схему отношений когда мужчина будет принадлежать женщине то есть я не говорю сейчас нужно жить раздельно и не жениться нет я не не топлю за такой подход конечно можно прожить в браке верности всю жизнь и при этом женщина не будет чувствовать мужчину принадлежащим себе я говорю сейчас о схеме отношений матери и ребенка то есть если женщина входит в образ матери что делает мать правильно она воспитывает ребенка таким образом женщина когда входит в этот образ матери она начинает воспитывать своего мужа кому-то это подходит кому-то так легче жена пила найти таких мужчин звать подкаблучники на самом деле ничего плохого в этом нет ну такой характер человека ему нравится когда жена решает это может быть нормально вот есть у этого еще один побочный эффект это когда пропадает страсть в паре почему это происходит потому что никому не хочется секса со своей матерью как только женщина входит в образ матери для мужчины она теряет для него всякую сексуальную привлекательность это очень большая проблема особенно русскоязычные женщины они очень заботливая такая культура да и с охотностью берут на себя роль матери вот но на самом деле если вы хотите полноценных отношений то что старайтесь оставаться все-таки в равных что ли да по крайней мере ролях да не пытайтесь подчинить себе супруга спасибо за внимание следите за нашими публикациями лайкайте и наслаждайтесь отношениями удачи